Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы завершаем нашу работу на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Вы, наверное, имели возможность ознакомиться с моими выступлениями, с результатами тех многосторонних мероприятий, которые состоялись и в рамках группы 20, БРИКС и других форматов. Всего у нас состоялось 7 многосторонних мероприятий и 28 раундов двусторонних бесед с моими коллегами. В ходе которых мы обсудили все основные вопросы, которые стоят на повестке дня в отношениях России с соответствующими государствами. Посмотрели, как выполняются договоренности наших руководителей и по двусторонним, и по региональным делам. И большое внимание уделяли, конечно же, ближневосточным проблемам, очередным вспышкам конфликта. И непосредственно на палестинских территориях, и в Ливане, в Сирии, проблема на иракской территории, ситуация с попытками вовлечь Иран, с тем, чтобы спровоцировать совсем уже большую войну на Ближнем Востоке. Мы говорили и о конфликтах в Сахаро-Сахельском регионе, Судане, других частях Африки, в Афганистане. Конечно, мы использовали возможность, чтобы донести наши современные оценки того, что происходит в отношении украинского кризиса. И в целом, вам скажу, что наши инициативы по формированию независимой архитектуры евразийской безопасности, по формированию платежных механизмов, которые не будут зависеть от прихоти и капризов Запада, идеи по реформе глобальных институтов, с тем, чтобы отразить в них реальный вес стран мирового большинства, глобального Юга и Востока, эти идеи находят хороший отклик. Вот я что хотел сказать вначале, но перед тем, как перейти к вопросам и ответам, хочу поздравить всех с отмечаемым сегодня Международным днем всеобщего доступа к информации, который был провозглашен ЮНЕСКО в 2015 году и зафиксировал право каждого свободно искать, получать и распространять информацию. И в этой связи хочу сказать, как отмечают этот день в Германии, сообщается, что там в Германии задержана супружеская пара, которая подозревается в организации трансляции в интернете нескольких российских телевизионных каналов. Это таможня Федеративной Республики Германия такое сообщение сделала, сказала, что подозреваемый это 37-летний немец и его 42-летняя жена с украинским гражданством. Им грозит от одного года лишения свободы. Вот с таким днем доступа к информации германская таможня поздравила этих людей, которые хотели ее свободно распространять. Все, давайте. Первый вопрос, прошу вас. Ассоциация корреспондентов ООН. Благодарю вас, благодарю вас, господин министр, от имени Ассоциации корреспондентов ООН. Признательность за пресс-конференцию Валерия Ребекко-Изанса, Ньюзвайя. Вопрос у меня по Украине. Вчера министр иностранных, бывший президент Трамп, встречался с президентом Зеленским и пообещал, что если он будет избран, если он победит на выборах в ноябре, то он быстро решит вопрос войны. Какие ваши комментарии по этому поводу и что вы думаете по поводу этой встречи? Благодарю вас. Как я понимаю, господин Трамп говорил какое-то время назад, несколько месяцев назад, что ему потребуется 24 часа. Сейчас уже иная формулировка. Ну, знаете, мы будем рады любым инициативам, которые приведут к желаемому результату. Результат может быть только один – урегулирование этой проблемы на основе устранения коренных причин украинского кризиса. Коренные причины заключаются прежде всего в том, что несмотря на дававшиеся нам заверения, НАТО продолжало расширяться. Когда Запад не соблюдал свои обязательства, которые были одобрены на высшем уровне в ОБСЕ и заключались в том, чтобы никто не укреплял свою безопасность за счет ущемления и безопасности любой другой страны. И чтобы ни одна организация на пространстве ОБСЕ не претендовала на доминирование. А НАТО занималась ровно этим. Расширяла свою экспансию, проглатывала государства, осваивала их территории своей военной техникой, инфраструктурой. И Украина была следующей на очереди. И это создавало прямые угрозы безопасности Российской Федерации. Поскольку планы НАТО входило создать военные базы в Крыму, на Азовском море, ну и разместить там свои вооружения, которые угрожали бы Российской Федерации. Мы этого допустить не могли. Но главное даже не это, хотя безопасность государства всегда важна. Безопасность ведь нужна не как некая абстракция, а как нечто, что необходимо людям, обычным людям. И вот когда сейчас генеральный секретарь, его представитель для общения с вами, говорят, что позиция ООН нерушима. ООН выступает за урегулирование кризиса как можно скорее на основе международного права, устава ООН и территориальной целостности Украины. Но это, в общем-то, для руководителей секретариата надо знать устав более глубоко и более подробно. Я этого касался на сессии Генеральной Ассамблеи, только что, где я выступал на пленарном заседании. Есть вот самое главное для меня в этом уставе, и, судя по всему, отцы-основатели считали так же, поскольку в самой первой статье провозглашена необходимость уважать право каждого человека, независимо от расы, пола, языка и религии. Наши западные коллеги, которые по любому поводу и без всякого повода права человека выдвигают на первый план, в том числе сделали все, чтобы в так называемом пакте будущего эти права были гипертрофированы, вынесены чуть ли не на первый план. И там даже говорится, что Советован по правам человека должен быть наличен какими-то полномочиями, которые не зависят от государств-членов. Но вот в случае с украинским кризисом, запад вообще не вспоминает про права человека. А вот я процитировал вам необходимость уважать права каждого человека, независимо от языка и религии, и напомнил сегодня Генеральной Ассамблеи, что русский язык истреблен законодательно на Украине от раннего детского образования вплоть до университетов, средствах массовой информации, все средства на русском языке либо изгнаны из Украины, либо закрыты в сфере культуры. Из библиотек выбрасываются, как это было в гитлеровской Германии, книги на русском языке. Ну и совсем недавно принят закон, которым запретили каноническую украинскую православную церковь. Вот права этих, причем в Конституции Украины до сих пор записано, что государство обеспечивает права русского и других национальных меньшинств, включая образование и так далее. Но вот никак не получается нам получить ответ ни у Запада, ни у генерального секретаря. Почему молчат-то все, когда столько инициатив плавает сейчас о подходах к урегулированию? Проблема безопасности с точки зрения недопустимости вступления Украины в Североатлантический альянс, да и в любой другой военный блок. И проблема прав человека. Дело не в территориях, как вот того просит Зеленский, отдайте нам территории по границам 1991 года. Мы не про территории, мы про людей, которые столетиями жили, осваивали эти земли. Строили заводы, строили дороги, корабли и многое другое. Вот каковы истинные причины. Если у господина Трампа получится отменить эти законы, о которых мы говорим, это уже будет шаг вперед. Это сделать проще простого. Взять и проголосовать. Но есть еще и один момент, который сейчас тоже никто не упоминает. На нем президент Путин не раз заострял внимание. Там же действует указ Зеленского о запрете переговоров с Россией. Поэтому как они собираются налаживать процесс, я даже не могу спекулировать. Но наша позиция предельно ясна. И надо устранять коренные причины. Все о них знают. Благодарю вас. Абдальхамид Саян, Эрабигдель Алькутс. Благодарю, господин министр. Благодарю вас, Мария. Господин министр, Россия выступала за многополярную систему. Сотрудничество между ведущими державами для того, чтобы этот мир стал чуть лучше. Считаете ли вы, что война на Ближнем Востоке, если Израиль и его союзники победят, ослабит Россию и российскую доктрину многополярной системы? Как Россия может сделать так, чтобы этот мир и впредь строился на основе сотрудничества между ведущими державами? И не оставляя гегемоническую державу прежде всего на Ближнем Востоке. Бытием на Ближнем Востоке ко всем этим без привлечения. Трагедиям не с точки зрения того, как развязка повлияет или не повлияет на наши позиции на международной арене. Мы просто хотим спасти жизни людей. Только вот на палестинских территориях после теракта 7 октября, который мы жестко осудили, но в результате той кампании по коллективному наказанию палестинцев, которую проводит Израиль за год примерно, после 7 октября 2023 погибло, вот сейчас уже была новая статистика, 41 тысяча палестинцев, мирных граждан, и около 100 тысяч ранено. Это цифры растут по-прежнему за год. 41 тысяча. Для сравнения, после того, как на Украине произошел госпереворот в 2014 году, и пришедшие к власти путчисты объявили террористами людей, которые жили на востоке Украины, и начали против них войну, там, по сути дела, гражданская война шла. Так вот, за 10 лет с обеих сторон украинского конфликта погибло в 2,5 раза меньше гражданских лиц, чем палестинцев за один год. Это очень показательная статистика, и она, повторю, продолжает изменяться. Так что мы заинтересованы как раз в немедленном прекращении этой бойни. Да, американцы, вы правы, они, все механизмы, которые были для содействия ближневосточным процессам, они их закрыли. Прежде всего, это касается квартета международных посредников, где, куда входили Россия, США, ООН и Евросоюз. И сейчас, вот вы можете видеть, американцы хотят монополизировать посреднические усилия, организуют разные форматы, то с нашими орданскими коллегами, то с египетскими, то с катарскими, но все равно они пытаются сами всем этим руководить. Именно они готовят бумаги, которые показывают всем, и которые считают позволяющими прекратить конфликт. Но каждый раз Израиль свои запросы повышает. И то, что вчера произошло в Беруте, это очередное политическое убийство. И я слышал, что президент Байден сказал, что это было правильное решение. У них, значит, несколько иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться. Помните, как Хиллари Клинтон, когда показывали в прямом эфире окровавленного Муаммара Каддафи, как она восхищалась и хохотала, глядя на экран. Или Мадлен Олбрайт, которая, комментируя процессы, начатые американской агрессией против Ирака, сказала, ну да, 400 тысяч погибло, но это стоило того. Демократия стоила того. Вот. Ну, а то, что никакого повода реального, вернее, никакой причины, о которой говорили американцы, что в Ираке производят оружие массового уничтожения, не было. Это всем уже давным хорошо известно, это дело не меняет. Да, американцы хотят монополизировать процессы не только на Ближнем Востоке, они хотят руководить и теперь на так называемом Индотихоокеанском пространстве, собирают различные блоковые структуры типа Аукус, КВАД, четверка Новой Зеландии, Австралия, Япония, Южная Корея, втягивают в что-то подобное КВАДу еще и Филиппины. Там у них активность налажена. Вот они, когда занимаются региональными проблемами, они как раз думают только об одном, чтобы сохранить свою гегемонию и чтобы всем руководить. У нас нет таких амбиций, я считаю, что это просто негуманно. Закрывать глаза на тысячи и сотни тысяч жертв, продолжая двигаться к главной цели. Оставаться на посту гегемона. Сергей Викторович, добрый день. Много говорилось на этой генассамблее о реформировании ООН. И вот недавно президент Финляндии Александр Ступ тоже на эту тему размышлял и предложил исключить Россию из Совета Безопасности. Насколько вообще такое возможно и как следует относиться к таким предложениям? Спасибо большое. Ну, горячие финские парни, они, так сказать, особый народ. Я знаю хорошо Александра Стуба, когда он был министром иностранных дел. И, кстати сказать, когда он в дни пятидневной войны, развязанной Саакашвили против Южной Осетии, против российских миротворцев, он вот сразу после ее окончания, он побывал в Тбилиси и на обратном пути заехал в Москву. И мы с ним один на один сидели, готовились к переговорам уже с нашими экспертами, и он мне поведал о своих впечатлениях от встречи с Саакашвили. Это нецензурное выражение, предлагательное я имею в виду, а существительное, которое он употребил, лунатик. Ну, вы можете догадаться, какое было прилагательное. И я ему говорю, ну так ты расскажи всем, что это за человек. Он говорит, да нет, ну зачем, как бы это не надо. Поэтому можно много-много привести историй из скандинавского фольклора, но если серьезно говорить, меня больше удивило другое. Он хочет быть больше украинцем, чем украинцы. Я знаю, что киевские представители постоянно долдонят о нелегитимности Российской Федерации, поскольку в уставе записан Союз Советских Социалистических Республик. Но на минуточку хочу сказать, что в уставе и записана Республика Китай, а не Китайская Народная Республика. Осталось все так, как было при создании ООН, когда Тайвань представлял Китай. А когда Китайская Народная Республика восстановила свои права, когда Россия, как продолжатель Советского Союза, стала членом Совета Безопасности, просто решили ничего не менять, потому что всем и так все понятно. Но, возвращаясь к тому, что я начал говорить, меня больше удивил генеральный секретарь, который заявил, говоря о реформе Совета Безопасности, что Европа перепредставлена. А от Европы среди постоянных членов Франция, Великобритания и Российская Федерация. Я с ним вчера встречался, спросил, вы действительно считаете, что мы одним миром мазаны с Лондоном и Парижем? Он говорит, ну а кто же вы такие еще? Так что такое понимание геополитической картины мира наводит на серьезные мысли. Это все-таки генеральный секретарь ООН. Да, пожалуйста. Насрала в результате нападения. Как вы думаете, убийство позволит ли Израилю остановиться? Или, может быть, Израиль захочется ходить в Южный Ливан? Помните Исмаил Аханию, который был убит в столице Ирана, где участвовал в церемонии похорон бывшего президента Исламской Республики Ирана? Это не просто политическое убийство, а какое-то особо циничное. Был удар по иранскому консульству в Сирии, где тоже погибли иранские граждане. И вот сейчас насрала. Мне кажется, что... Ну, собственно, не только мне кажется. Многие так и говорят, что, видимо, Израиль хочет создать повод для того, чтобы Соединенные Штаты втянулись в эту войну непосредственно. И для того, чтобы такой повод создавать, пытаются всячески провоцировать Иран. Да и ту же Хизбалу. Иранские руководители, мне кажется, ведут себя предельно ответственно. И это необходимо должным образом оценивать. Но, вы знаете, кстати, между прочим, есть параллели с Украиной. Зеленский ведь тоже делает все, чтобы спровоцировать вовлечение в боевые действия, в прямые боевые действия хочет спровоцировать вовлечение стран НАТО. И затем просто отойдет в сторонку и будет смотреть на то, что он считает, его спасет. Не думаю, что этот правильный путь убежден, что нужно просто останавливать кровопролитие. И отказываться от, по сути дела, террористических методов сведения политических счетов. Ален Дорган, НТВ, Ливан. Благодарю, Мария. Рад вас видеть. Министр Лавров. Убийство. Хасана Насролы. Как вы думаете, приведет к каким-то ответным мерам от Ирана? Среди последователей Хизбаллы распространено мнение, что Иран оставил Хизбаллу. Слоган «Мы будем поддерживать Хизбаллу», «Мы будем бороться вместе с Хизбаллой». Но когда наступил важный момент, как обычно, Иран просто наблюдал, использовал своих посредников и никогда, как правило, не вовлекается в подобные события. Каково ваше мнение? Что-то, что касается проблем Ирана, интересов Ирана, и на вопросы о том, что Иран собирается делать, я не могу отвечать. Это просто некорректно и невежливо. Добрый день. Министр Шадоча, китайское телевидение. Два вопроса. Первый. Очень кратко. Президент Зеленский здесь, в здании, неоднократно говорил, что Россия планирует нападение на атомные станции на Украине. Как вы на это ответите? Мы знаем, Бразилия, Китай и другие страны, единомышленницы создали платформу «Друзья для мира», для осуществления посредничества, для урегулирования кризиса между Россией и Украиной. Рассматривает ли Россия какие-либо план от глобального юга? Господин Зеленского, ну я думаю, все уже давно привыкли к его экспромтам. Кстати, когда он играл на сцене и озвучивал написанные тексты, у него получалось лучше. А экспромты вот шалят. Он, кстати, здесь, когда был, заявил, что каждый пункт формулы мира основывается на принципах, целях и нормах устава ООН. Он, между прочим, и так по-хамски охарактеризовал китайско-бразильскую инициативу, сказал, что непонятно, зачем они ее выдвинули, может, они хотят получить Нобелевскую премию мира. И продолжил, сказал, что не существует разных версий устава ООН для разных частей света. Нет отдельного устава для Брикс или для Большой Семерки, нет отдельного, почему-то, российско-иранского устава ООН или отдельного китайско-бразильского устава ООН. Так что он по достоинству оценил те усилия, которые явно из наилучших побуждений предпринимают наши китайские и бразильские коллеги. Мы обсуждали на предыдущем этапе в контактах с моими коллегами их планы. И я поинтересовался, каково будет конкретное наполнение инициативы. Потому что слова все правильные, вот в китайско-бразильских шести или пяти пунктах призывы к миру, призывы к справедливости, к выполнению международного права. Но с этим никто не спорил. Но конкретно, как они планируют двигаться к миру, пока еще никто не сообщал. И я просто знаю, что этот вопрос еще в стадии рассмотрения. И то, что было объявлено о создании вот этой группы друзей, в которую вошли не все страны, присутствовавшие на встрече, некоторые не проявили такого интереса, эта группа создана здесь, в Нью-Йорке, на уровне постоянных представителей. Ну, я не знаю, насколько отсюда можно всерьез заниматься этим вопросом. Ну, постоянные представители, люди талантливые. Посмотрим, что они произведут на свет. Но самое главное, то, о чем я говорил, отвечая на первый вопрос. Председатель Си Цзиньпин, когда он выдвинул не украинскую, а глобальную инициативу по безопасности, в феврале 23-го года. Там есть ключевая фраза о том, что для... Эта инициатива посвящена любым конфликтам и подходам к урегулированию любых конфликтов. Среди ключевого метода рассмотрения задач в том или ином кризисном регионе, там прямо сказано, надо договариваться об устранении коренных причин конфликта. Коренные причины конфликта на Украине заключаются во втягивании киевского режима в НАТО. Эта цель остается не снятой с повестки дня. Господин Столтенберг и другие представители Североатлантического альянса регулярно повторяют ее с завидным упорством. Второе, это, конечно же, то, что я сказал про права человека. Это истребление русского языка, русской культуры, русского образования, канонической украинской православной церкви. В Израиле, между прочим, арабский язык никто не запрещал. А Зеленский русский язык запретил, хотя на нем разговаривают не только этнические русские, но и большинство населения Украины. Поэтому те конкретные люди, которые будут здесь, на уровне постоянных представительств, заниматься конкретизацией этой инициативы, они не могут пройти мимо вот этих аргументов и этих коренных причин. Тем более, что они должны будут руководствоваться принципами устава не избирательно, а во всей их полноте и во всей их взаимосвязи. Там же есть и вот те самые права человека, о которых я сказал, это принцип устава. Он грубейшим образом нарушен. Украинская конституция, до сих пор, повторю еще раз, содержит обязательство уважать права национальных меньшинств во всех аспектах. И, безусловно, трактуя принцип территориальной целостности, нельзя игнорировать его взаимосвязь с принципом самоопределения народов. На сей счет тоже есть консенсус. Еще в 1970 году, я говорил об этом нашим и китайским, и бразильским, и другим коллегам, Генеральная ассамблея единогласно приняла декларацию, в которой постановила, что необходимо уважать территориальную целостность тех государств, чьи правительства представляют весь народ, проживающий на данной территории, и уважают право на самоопределение. Почему все как-то спокойно восприняли, когда в 2008 году Косово объявили в одностороннем порядке независимым, и Соединенные Штаты аплодировали это, мы сказали, это вот прям проявление, практическое проявление права нации на самоопределение. А когда через несколько лет, в Косово, кстати сказать, никаких военных действий не велось, а когда через несколько лет, в 2014 году, после кровавого переворота на Украине, там фашисты захватили власть и пошли войной на Крым, и Крым провел референдум, американцы сказали, нет, так нельзя, потому что здесь действует принцип территориальной целостности. Вот очень важно, чтобы те, кто хочет искренне помочь найти развязку этого кризиса, понимал истинные причины, и опирался на устав ООН не как господин Дюжарик, как он сказал, надо руководствоваться уставом ООН и принципом территориальной целостности Украины, а опираться надо на устав ООН во всей его полноте и во всей взаимосвязи его принципов. Вот это моя просьба, послание к тем, кто будет работать в этой группе мира. Да, пожалуйста. Добрый день, Сергей Викторович, РТ на французском языке. Представитель сепаратистов, которые действуют на территории Мали, в эфире телеканала Франц-24 заявили о том, что они поддерживают контакты с Украиной. Как бы Россия, мы являемся союзниками с Мали, как бы Россия могла это прокомментировать, то есть тот факт, что есть контакты между теми, кто против Малийского государства и Украиной. И что нужно сделать, чтобы международное сообщество призвало Украину к ответу за это? Спасибо. Ну, мы уже комментировали эту ситуацию. Это доказано на фактах, что украинцы работают со стеррористическими организациями, которые борются с законным правительством Мали. И не так давно было нападение на конвой на группу малийских военнослужащих с большим количеством убитых. И делали это террористы, связанные с украинцами. Это не единственная точка на планете. На территории Сирии, вот в Идлибской зоне эскалации, где эскалации, там по-прежнему хозяйничает Хаят Тахли Рашам, и с ними тоже украинцев есть связи. Они там либо вербуют боевиков для того, чтобы засылать их на поля сражений, либо, может быть, и помогают им готовить какие-то провокации. Показательно, что после того, как это произошло, вот убийство террористами малийских военнослужащих, Мали, Нигер и Буркино-Фаса обратились в Совет Безопасности с призывом осудить подобную деятельность украинцев. И даже, по-моему, две из этих стран разорвали, попросили украинских, по-моему, разорвали дипломатические отношения. Конечно, это бандитизм, и мы будем делать все для того, чтобы африканские страны, которые хотят жить своим умом и самим выбирать пути своего развития, чтобы они имели поддержку в сфере обеспечения своей безопасности и обороноспособности. Мы этим занимаемся. Есть, пожалуйста. Господин Лавров, Джаммель Шалок, Бразилия. Вопрос снова по китайско-бразильской инициативе. Вчера в заявлении было сказано, что учитывается легитимный интерес со сторон. Это было зачитано после того, что вы только что сказали. И как вы считаете, по крайней мере, этот план позволит выйти из тупика, который сложился на сегодня? И, как вы сказали, коренные причины должны быть устранены. Вчера в декларации четко изложены причины. Сейчас процитировали и сравните с тем, что я только что сказал. Я плана действий в документе не увидел. Я увидел здесь заявление о намерениях. Это такая форма. Ясно, что надо бороться за все хорошее и против всего плохого. План действий это будет уже документ, который... Вот вы знаете, например, много-много лет назад в очередной раз рассматривали Палестино-Израильский конфликт в Совете Безопасности. Тогда вот четверка посредников, квартет России, США, секретариат ООН и Евросоюз разработали дорожную карту Палестино-Израильского регулирования через создание независимого палестинского государства. Она была прописана на один год и было закреплено, какие шаги необходимо предпринимать каждый месяц. Вот это был план. Но, сами понимаете, что он не материализовался, иначе мы бы не видели той войны, которая сейчас развязана на Ближнем Востоке. И мой совет, я уже сказал тем людям, которые будут работать в Нью-Йорке в рамках этой группы друзей мира, ну, читайте устав. Я уж максимально подробно и на пленарном заседании, и здесь, и в Сайте Безопасности, где только я это не говорил. Все это давно известно. Началось это с госпереворота. Все эти годы мы предупреждали, чтобы в НАТО не тянули. Предупреждали, чтобы русских граждан не трогали. А когда Зеленский за полгода до нашей специальной операции в интервью заявил на вопрос, как он относится к людям, которые вот по ту сторону линии соприкосновения на Донбассе, которые не приняли путь и против которых из-за этого киевский режим стал воевать. И у него спросил журналист, как вот вы к тем людям относитесь. Он сказал, ну, есть люди, а есть существа, особи. И поэтому, я считаю, если ты чувствуешь себя, живешь на Украине, чувствуешь себя сопричастным русской культуре, проваливай в Россию. Хоть кто-нибудь реагировал на это? Когда посол этой самой Украины в Казахстане, давая интервью, сказал, мы, наша главная цель убить как можно больше русских, чтобы нашим детям осталось меньше работы. Кто-нибудь хоть из журналистов привлек к этому внимание свои читатели, я не помню. Так что здесь серьезный вопрос. И просто сказать, мы учтем ваши интересы, ну, этого недостаточно. Я вот не понимаю только одного, как на этой встрече вчерашней оказались французы и швейцарцы, которые, ну, нейтральными их назвать нельзя уже давно, швейцарцев, а французы и члены НАТО просто-напросто, и та, и другая страна, активнейшим образом рияно выступают за Украину, требуют победы Украины над Российской Федерацией, поставляют, как французы это делают, в том числе и дальнобойные вооружения, ракеты. Ну, вот как-то странно было видеть это, ну, видеть, узнать, что эти люди были на... Я спросил у нашего китайского коллеги, он говорит, они очень-очень сильно просились, и мы их, как бы, коллективно решили пригласить как наблюдателей. В общем, этой группе еще работать и работать. Мы готовы им помогать, советом. Главное, чтобы они предложения свои опирали на реалии, а не брали их как-то вот из абстрактных разговоров. Готовы помогать? Благодарю вас, благодарю, Мария. Господин министр Пэмела Фоллук, US News and World Report. Я помню вас. Благодарю вас за брифинг. Вопрос мой в развитии того, что спрашивали в прошлом году. Не могли бы вы сказать, есть какие-то переговоры или статус по украинским детям, которые были вывезены в Россию? Вы говорили о полномочной, о ее работе, около ста их. Ну, где-то по 19 тысяч детей по сведениям Красного Креста. Насколько я понимаю, также некоторые страны, Катар является посредником. Такие материалы, наверное... У вас нет представителя в Москве? Вашего нет представителя в Москве? В прошлом году мы приглашали лично Пэмелу, но она не приехала. У вас... Есть у вас ваш представитель в Москве? Нет, я перешла в другую новостную организацию. Я имею в виду вашу нынешнюю новостную организацию. Нужно проверить, не знаю. И скажет, у нас... У нас информация с последней нашей встречи, информация обновлялась многократно. Я сейчас не буду вспоминать цифры, но мы приглашали многих иностранных журналистов на специальные брифинги. А совсем, ну не совсем недавно, какое-то время назад появились факты, что многие, прямо сотни из тех детей, которые были в списках якобы похищенных России, они обнаружились в Германии. Там же много ребят, которые страдают нетрадиционными увлечениями. Так что этот вопрос непростой. Маш, ну-ка, добавь. Памела, прошу прощения. Итак, мы хотим еще раз повторить вам приглашение в вашем новом качестве приехать в Москву, проведите интервью с официальной милицией. Благодарю вас. Благодарю, господин министр CNBC Турции. Во-первых, приобретение Турции С-400 Турции в России создает напряженность. И в результате недавно бывший турецкий министр предложил, что Турция может продать С-403 стране, Индии или Пакистану. Как Россия отреагирует на такую потенциальную продажу С-400 этим странам? Какие последствия это возымеют для российско-турецких отношений? И второй вопрос. Бывший президент Долл Транк говорил, что война на Украине не начиналась бы, если бы он был на посту президента. А если его перезберут, он закончит войну в первый день. Россия открыто отнесется к предложению мира Трампа в случае его перезбрания. Никакие должны быть условия, чтобы Россия согласилась на это. С-400, системы противоракетной обороны, которые были поставлены Турции, мне комментировать нечего. Президент Эрдоган опытнейший государственный деятель. И он принимает решения по любому вопросу в интересах своего народа и своего государства. Есть единственное, существует конкретное добавление, что в контрактах по продаже вооружений есть графа о сертификате конечного пользования. И для того, чтобы с продукцией, которая поставлена с таким сертификатом, в котором в качестве конечного пользователя указана страна, получившая эти вооружения, для того, чтобы с ними что-то еще сделать, необходимо согласие страны, которая эти вооружения продала. Насчет господина Трампа, ну опять же у нас, понимаете, война бы никогда не началась, если бы. Я тоже могу так вам показать ретроспективу. В феврале 2014 года президент тогдашний Янукович со своей оппозицией, которая вывела на западные деньги и с использованием западного оборудования сотни людей на главную площадь для бесконечного протеста. И вот подписывают они договоренность о том, что будут досрочные выборы, а перед тем, как эти выборы провести, будет создано правительство национального единства, временное такое. И это было гарантировано Германии, Франции и Польше. А когда наутро оппозиция захватила правительственное здание, и мы спросили, почему и зачем это сделано, нам французские и германские коллеги сказали, ну, знаете, демократия иногда предпринимает непредсказуемые зигзаги. И американцы, наверное, тоже самое сказали. Вот если бы выполнили ту договоренность, Украина была бы в тех самых границах 1991 года, о которых долдычит, извините за жаргон господин Зеленский. Кто их просил подрывать свою собственную легитимность? Они ее навсегда подорвали, пока вот этот режим будет оставаться у власти. Если бы, и тогда бы и Крым оставался на Украине, хочу, чтобы все понимали это. Если следовать логике, если бы, если бы минские договоренности, которые были через год подписаны, и не просто подписаны, а закреплены резолюцией Совета Безопасности, если бы их выполнили, Украина по-прежнему была бы целостной, но кроме Крыма уже, потому что Крым они потеряли, когда привели к власти бандитов. Если бы в апреле 1922 года, когда в Стамбуле была достигнута договоренность между российскими и украинскими переговорщиками, вот ту договоренность выполнили бы, Украина все равно бы сохранила какую-то даже часть Донбасса. Но с каждым разом, когда срывается договоренность, на которую Россия всегда идет, с каждым разом Украина становится меньше. И вот по поводу стамбульских договоренностей, глава украинской делегации совсем недавно давал интервью, и признался, что его, не его, а приехал в Киев Борис Джонсон, и сказал, не, не надо никаких договоренностей, давайте воюйте дальше. Мы вам подкинем и оружие, и денег, и еще чего-нибудь. Поэтому здесь не вопрос о том, что я вам привел сейчас факты. И если Украина продолжает идти тем же путем, если она будет опять использовать какие-то трюки для того, чтобы выиграть время, у нее это не получится. И я очень надеюсь, что наши китайские, бразильские друзья и все те, кто вошел вот в эту группу друзей мира, будут в полной мере учитывать манеры и привычки нынешнего украинского руководства и его нескончаемые попытки заманить всех обманом на очень зыбкую почву. Благодарю вас, Мария, благодарю вас, господин министр, и за пресс-брифинг и выделенное время сало азербайджанское новостное агентство. Вопрос у меня следующий. Президент Ильхам Али и премьер-министр Пашинян будут участвовать в предстоящем саммите БРИКС и СНГ в следующем месяце, в октябре, в России. Есть ли какая-то планируемая встреча между лидерами двух стран для того, чтобы были мирные переговоры по российской инициативе или с российским участием? Благодарю вас. Конечно, как говорится, и ЦАП-ТУДЭМ. Если они хотят встречаться, как они встречаются, ну, здесь министры встречались при участии американского госсекретаря. Американцы очень хотят, чтобы и здесь они были доминирующими, так же, как вот мы, когда обсуждали Ближний Восток. Американцам важно показать, что они хозяева. И если это устраивает наших азербайджанских и армянских друзей, то это, наверное, выбор соответствующих руководителей. Мы всегда готовы выполнять то, о чем договорились с нашим участием. Начиная с ноября 2020 года и в течение двух лет еще трижды встречались наши руководители России, Азербайджана и Армении. Создана трехсторонняя рабочая группа по разблокированию транспортных коммуникаций. Есть механизмы по проведению делимитации границы и так далее, и так далее. Мы готовы все вот свои обязательства, которые там закреплены, выполнять. Большое спасибо, господин министр. Краткий вопрос о в убийстве лидера Хезбаллы, Хасана Насралы. Что может сделать Россия, чтобы не допустить распространения последствий на Сирию и Ирак? Россия призывает Турцию и Сирию нормализовать отношения. Если это произойдет, каким образом это повлияет на сирийских курдов? Спасибо. Я еще раз повторю. Мы хотим, чтобы Совет Безопасности проявил свою волю и выполнил свои функции. Есть инструменты у Совета Безопасности, которые позволяют воздействовать на сторону, не выполняющую его решения. Совету Безопасности такие действия предпринять не позволяют американцы. Все по той же причине. Они хотят все держать в своих руках. А проблем, которые существуют в мире, уже в одну руку не помещаются и даже в две не помещаются. Поэтому это наш ответ. Они блокировали все предложения, а ту резолюцию, которую они сами внесли для принятия, она была обманным ходом, потому что тут же американцы сказали, что Израиль готов ее выполнять. Это была ложь. И мы, предвидя это, воздержались и не заветировали ее только потому, что арабские друзья просили нас дать ей шанс. Насчет того, как предотвратить перелив конфликта в другие страны, ну, мне кажется, вот это то, что я вам ответил. Это то, что мы можем и будем делать. В Сирийской Арабской Республике у нас по просьбе законного правительства находится воинский контингент, который помогает обеспечивать безопасность и все свои функции он будет выполнять. Но, повторю еще раз, у меня ощущение, что есть желающие спровоцировать Иран для того, чтобы потом спровоцировать Соединенные Штаты и развязать настоящую, большую, ну, да, сейчас тоже настоящую, но развязать войну полноценную во всем этом регионе. И второй вопрос насчет, да, у нас были встречи по поводу сирийско-турецкой нормализации в прошлом году, и встречались и военные, встречались и министры иностранных дел в составе Россия-Иран, Турция-Сирия, как бы астанинская тройка по сирийскому регулированию и непосредственно Сирийско-Арабской республикой. Встречи были позитивными. Мы буквально, буквально, вот недавно с моим турецким коллегой здесь общались и говорили об этом. Говорил я об этом и с новым министром иностранных дел в Сирийско-Арабской республике. Там есть с обеих сторон идеи, которые, на мой взгляд, должны позволить этот процесс возобновить. И да, вы правы, конечно, курдский вопрос будет одним из главных в ходе этих переговоров, наряду с вопросами пресечения рисков терроризма и обеспечения безопасности границ. Прецеденты были, есть Адонское соглашение еще в 80-х годах прошлого века. Оно сейчас напрямую едва ли будет применимо, но концепция, которая в нем заложена и которая предполагает взаимодействие Сирии и Турции в обеспечении безопасности на границе и подавлении террористических отрядов, эта концепция вполне, вполне применима. Ее надо адаптировать, конечно. Ну и огромной проблемой является деятельность Соединенных Штатов, которые и здесь хотят все по-своему, игнорируя интересы и Турции, и Сирии, находятся незаконно на территории Сирийско-Арабской Республики, там на левом берегу Ефрата, создали там квази-государства фактически, добывают сирийскую нефть, осуществляют уборку зерна сирийского, продают и на эти деньги содержат своих вот подопечных. Я убежден, что курдские организации должны категорически отмежеваться от терроризма и должны понять, что у них нет другого выхода, кроме как жить в составе сирийского государства. И мы на каком-то этапе были готовы предоставить свои посреднические услуги, встречались с их руководителями, они нашу позицию знают, но почему-то как только да, они к нам обращались за помощью, когда президент Трамп объявил, что они уходят из Сирии, мгновенно представители курдов пришли к нам на разговор. Через несколько дней американцы сказали, мы передумали, мы оттуда не уходим. И у курдов пропал интерес. Это конъюнктурная позиция, не отражающая долгосрочного видения, видения будущего курдского народа. Им надо договариваться с Дамаском, и, как я понимаю, турецкие соседи готовы в этом помогать. Благодарю, Мария. Благодарю, министр Лавров. У меня два вопроса. Первый по Ближнему Востоку, а второй по Украине, Ближний Восток. После того, как был отказ по последнему предложению о прекращении огня, министр Нитаньяху, есть ли возможность осуществления резолюции 2735 в этих условиях эскалации в регионе? И по Украине президент Путин заявил о том, что снятие ограничений на использование ракет дальнего действия, поставляемых Западом, Украине будет объявлением войны. Как мы понимаем, сейчас они близки к тому, чтобы объявить о снятии этих ограничений. Может быть, ограничат 20-40 километрами, но это может произойти. Что я вам сказал? Насчет резолюции 2735 вы не по адресу обращаетесь с вопросом о том, можно ли ее сейчас выполнить. это вопрос к Израилю прежде всего, но и к Соединенным Штатам тоже. Они заверяли, что это резолюция, которая позволит резко ослабить напряженность, начать деэскалацию. Они говорили это. Серьезные люди обманывали всех нас. Я не вижу желания Израиля выполнять какие-либо мирные планы. Я ответил на него. Благодарю, министр Ларофф Аль-Жизира Рабик. Вы только что сказали, хотели бы, чтобы Совет безопасности взял на себя ответственность за предотвращение более широкой полномасштабной войны в регионе. Какие инструменты вы считаете Совет безопасности мог бы использовать в свете постоянного применения вета, особенно по газе? И как вы думаете, должна ли рассматриваться глава 7? Действительно сказал, что в Совете безопасности есть возможности и они включают 7-ю главу Уставу ООН. Хотя все резолюции Совета безопасности должны выполняться. Об этом говорится в статье 25-й Устава. Но глава седьмая она еще такая принудительная для тех, кому адресованы требования соответствующего решения Совета безопасности. Есть, например, требования прекратить поставки вооружений. Положить на стол резолюцию, прекратить поставки вооружений. В любом конфликте, когда это заходит слишком далеко. Ну, естественно, все понимают, что американцы будут это витировать. Как они витировали все то, что было до этого. Можно предложить санкции в отношении тех, кто не выполняет требования Совета безопасности. Но и это тоже будет завитировано. Поэтому инструменты есть, но мне кажется, не надо опускать руки из-за того, что резолюция блокируется. Потому что блокировать тоже не всегда получается безболезненно для своей собственной репутации. Может быть, это что-то и даст. Как у нас говорят, вода камень точит. Но ситуация сложная. Мужчина сзади, прошу вас. Господин министр, пример министр Израиля Нетаньяхов вчера сказал, что длинная рука Израиля может достать каждого на Ближнем Востоке. С учетом убийства Хасана Насралы ожидаете ли вы каких-то перспекти в плане мирного Ближневосточного процесса? Первая часть. Вторая часть. Может ли Россия согласиться на расширение состава Совета безопасности, расширение постоянного членского состава с 5 до 10 членов? Есть ли у вас комментарии на эту тему? Первый вопрос. Я вам по-моему уже несколько раз отвечал, как мы относимся к происходящему. Это необходимо срочно прекратить. А насчет реформы Совета безопасности я не слышал идею о том, чтобы сделать 10 постоянных членов. Идей плавает много, наши позиции хорошо известны. Надо укреплять Совет исключительно за счет кандидатов от Африки, Азии и Латинской Америки. Никакого расширения количества западных стран и их союзников типа Японии быть не может. Большое спасибо господин министр за пресс-конференцию. Всегда чрезвычайно рады, когда вы общаетесь с нами. Не могли бы вы прокомментировать изменения в ядерной доктрине России, о которых недавно объявил президент Путин. Является ли это сигналом Западу? И если да, какой именно сигнал хотела бы направить в Москву? Сказал и там все понятно без каких-либо изъятий. И когда мы говорим что-то публично, особенно когда президент говорит публично, мы исходим из того, что тот, кто интересуется нашими подходами, они это слышат. Как они это понимают, не мне судить. Поймем, как они это понимают. В случае, когда станет окончательно ясно, перейдут они, дадут ли они Украине разрешение на дальнобойные орудия, ну и тогда будет понятно, что они, как они поняли то, что услышали. да, пожалуйста, Благодарю, Мария. Большое спасибо, министр Ларов, Хорхе Хестас. Несколько вопросов. Через три недели состоится саммит БРИКС. Ожидается ли участие стран из Латинской Америки? И вторая часть вопроса. Каким образом Россия относится к политической обстановке в Латинской Америке? Уж точно не как доктрину Монро. У нас уважительное отношение ко всем нашим партнерам. Латинская Америка это мощный полюс формирующегося полицентричного мироустройства. И то, что сейчас СИЛАК обретает второе дыхание после прихода к власти президента Лулы. Много инициатив. В том числе инициатив, которые направлены на создание механизмов, позволяющих торговать, сотрудничать, инвестировать. Не завися от тех механизмов, которые контролируют Соединенные Штаты через Международный валютный фонд и Всемирный банк. И Всемирную торговую организацию. Что касается перспектив расширения БРИКС. На данном этапе все члены считают целесообразным пока не принимать новых решений и адаптировать организацию. Объединение, а не организация. Это объединение единомышленников. Было нас 5, стало 10. Конечно, это требует какого-то привыкания и плавного вхождения новых членов в работу с учетом тех традиций, которые сложились за годы существования пятерки. Но на саммите в Казани будут рассматриваться рекомендации, которые были запрошены лидерами в прошлом году на саммите в Йоханнесбурге, дать предложение о том, как могли бы выглядеть модальности новой категории стран-партнеров БРИКС. Которые будут на постоянной основе, не как приглашенные, а постоянные партнеры участвовать практически в большинстве видов деятельности нашей его структуры. И списки таких вот кандидатов, они есть. Будет около 20 уже желающих стать партнерами, еще с десяток, с лишним, просто хотят поддерживать постоянные контакты, не обязательно обретая статус партнера. Решение принимать президентом мне не с руки сейчас предрешать то, как они договорятся, но это будет, конечно же, объявлено. ТАСС, пожалуйста. Сергей Викторович, добрый день. Вы сегодня в своей речи упомянули Грузию. Как бы Вы могли прокомментировать последние заявления официальных лиц Грузии о том, что войну все-таки начался в Саакашвили? И считаете ли Вы возможными и реальными какие-то новые договоренности Грузии, Южной Осетии и Абхазии? Спасибо. Ну, это очевидно, что нынешнее грузинское руководство просто честно оценивает прошлое. Они так и сказали, что мы хотим примирения исторического. В каком виде, в какой форме это примирение может произойти, это решать самим странам и Абхазии, и Южной Осетии. Они соседи с Грузией. Там все равно какие-то контакты неизбежны. Если будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренности о ненападении, чтобы никогда больше не возникало ни у кого желания, мы, в случае заинтересованности сторон, будем готовы помогать. А то, что начал войну Саакашвили, это было известно всем, кроме, может быть, наших западных коллег и грузинского президента, госпожи Зарубишвили. Потому что еще сразу после 2008 года было заказано Евросоюзом исследование, ну или там расследование, которое проводила уважаемая швейцарка Хейди Тольявини, и в докладе которой по итогам этого расследования четко было написано, что начал все это Саакашвили. Поэтому тут даже удивляться не надо. И два последних вопроса. Прошу вас, Эвелин. Я встану, потому что мне иначе не видно. Позвольте снова вас приветствовать, господин министр, господин Лавров и вас, Мария, Маша, мы давно с вами знакомы. Микрофон, пожалуйста, не включен, микрофон не слышно. Да, поближе, пожалуйста, включенный микрофон. Конечно же, я хочу согласиться, что нигде не должны сжигать книги, в том числе и в этой стране, где в эти дни это имеет место. Меня в вашем выступлении удивило. Можете вот так вот оставить? Не двигайте микрофон, иначе звук плывет. Почему вы упоминали Бучу? Если бы я была российским блаженственным лицом, я пытался бы это игнорировать. Что вас удивило? Вопрос следующий. Почему вы упоминали Бучу? Буча. Если бы я была российским блаженственным лицом, я бы игнорировала эту кровавую расправу. А вы включили это в свое выступление в Геннессу? Не только в свое выступление. Я каждый раз об этом говорю. Я встречался с Антонием Гутеррешем. В прошлом году я это сделал на заседании Совета Безопасности, где он присутствовал. И за год до этого, в позапрошлом, Эвелин. Объяснение. Вы, наверное, вот я просто поражаюсь, как... Вот сегодня же день доступа к информации, да, как он называется? Вот у вас нет доступа к информации, которая просто плавает открыто и в интернете, и в соцсетях. Когда в Стамбуле в апреле 2022 года была достигнута договоренность о том, что мы прекращаем боевые действия и принимаем договор с украинцами. И когда это Борис Джонсон сорвал, еще до того, как все это провалилось, нас просили в качестве жеста доброй воли отвезти войска от окраина Киева. Из этой включая эту деревню Буча. Мы сделали, думаю, что мы имеем дело с приличными людьми, а не лагунами. Но нас, конечно, обманули. И есть в интернете, в интернете есть видео, когда после того, как российские войска ушли оттуда, мэр этого города, мэр, гордо говорит на камеру, что вот мы вернули контроль над нашей родиной малой, мы, значит, теперь здесь опять хозяева, русских здесь нет. Прошло два дня, и вдруг команда BBC, славного медийного агентства, команда BBC показывает телевизионные кадры не где-то в подвале, а на центральной улице этой Бучи, широкая, длинная улица, на которой уложены тела. И сказали, вот это вот русские, соответственно, значит, когда здесь были, они вот совершили такое преступление. Я повторю, это было через два дня после того, как мы оттуда ушли. И были объявлены санкции с этим новые. И вот мы с тех пор, ну, на какое-то расследование рассчитывать бесполезно. Мы пошли по самому простому пути. Мы спросили, а можно посмотреть список имен людей, чьи трупы были показаны по BBC. И наступило молчание. Я попросил Гутерреша, и сказал им об этом опять вчера. Он говорит, ну, мы еще раз обратимся. Они обращались уже к украинскому режиму. Никто им ничего не сообщает. Раз не сообщает, значит, нечего скрывать. И управление Верховного комиссара по правам человека обращалось по нашему требованию. Никто ничего не рассказывает. Вопрос закрыт. Буча, Мессакер, Путин из-за Буча, you know, как Байден все это описывал. Поэтому для нас здесь никакой тайны нет. Это провокация чистейшей воды. Точно так же, как когда, не к ночи будет упомянут, Навальный, когда он заболел, и немцы попросили отдать его им на лечение, мы тут же пропустили их самолет, его увезли. Даже формальности необходимые авиационные не соблюли. И он там у них находился и в гражданском госпитале, где ничего у него не нашли. А потом его перевели в военный госпиталь, где нашли вот это вещество «Новичок». У него. Потом он как бы вылечился, вернулся и здесь умер. А мы у немцев, когда он там находился, попросили показать анализы, которые доказывают, что он отравлен вот этим веществом. Немцы сказали, что это секрет. И что они этот анализ отдадут в Организацию по запрещению химического оружия. Мы пошли туда. Можно посмотреть? Нам ответили. Немцы запретили нам вам это показывать. Вам ничего не кажется здесь странным? Поэтому, когда разразился шум после смерти Навального, мы еще раз напомнили немцам. Можем мы посмотреть, какой был анализ и как вы его лечили перед тем, как он в Россию вернулся. Тишина полная. То же самое про отравление в Солсбери, Скрипалей. Никакой информации. Несмотря на официальные запросы нашего Следственного комитета и Генеральной прокуратуры к их коллегам в Британии. Медийная, так сказать, пенка сорвана. Россию обвинили во всем. И тут же уходит это из первых полос, с экранов телевидения. Это нам известно. Поэтому мы будем говорить и про Бучу, и про Навального, требовать правды. А вы, если вам интересно, организуете журналистское расследование. Ну, просто у украинцев спросите, почему нельзя получить эти имена. Друзья мои, ну вы же профессионалы. Я надеюсь. Вам должно быть интересно. Либо вы будете, как Эвелин, говорить, а что это Лавров про Бучу заговорил? Значит, это их преступление, а он про него говорит. Давайте, постарайтесь что-нибудь узнать. Вопрос, пожалуйста. Нужно нажать кнопку. Антонио Гутерриш на днях заявил, что Россия и Соединенные Штаты должны сократить ядерный арсенал. Он лично вам говорил об этом на встрече? И при каких условиях Россия готова пойти на это? Ничего он мне не говорил. Я, кстати, не слышал, что он это сказал. У него бывают иногда такие заявления, которые явно не вписываются в реалии на международной арене существующей. Мы свой арсенал не увеличиваем. Это лишний раз подтверждают наши официальные представители. Действует до 26-го года договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, где соответствующие уровни закреплены. Мы ими руководствуемся, по крайней мере, пока этот договор в силе. Мы приостановили свое участие в нем, но сказали, что мы будем соблюдать уровни и обмениваться с американцами некоторыми видами информации. Ну, уж, конечно, это не генеральному стариону решать такие вопросы, мне кажется. Всегда хочется, чтобы было меньше вооружений. Но есть реалии, я еще раз хочу это сказать. Уважаемые коллеги, благодарю вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...